здравствуйте это канал дикий лайф меня зовут виталий дикий большое спасибо что смотрите спасибо что подписываетесь делитесь видео лайкайте комментируйте сегодня мой ваш гость аналитик павел субластионович павел добрый день приветствую с новым годом всех я также присоединяюсь с поздравлением с новым годом сейчас это еще актуальным но так ли иначе я думаю что уже произошло достаточно большое количество интересных событий на которые стоит обратить внимание но честно говоря хотел с тобой переговорить относительно экономических процессов и политика экономических движений в украине потому что это очень интересный аспект но ты знаешь вот сейчас все обсуждают горячие новости из рубрики параду родов хотел бы знать и твое мнение вот эта ситуация с 95 кварталом значит кто не знает я скажу там речь шла переселенки со скадовска но то что театр да и языковой вопрос который всех очень сильно сейчас беспокоит реакция после этого негативного стэма она до сих пор проходит волной в украинском обществе даже мэр скадовска на выступил сказал что у нас очень много своих идиотов которые разжигают вот эту вот ненависть и рознь на языковом поприще более того главная героиня которая играла эту женщину со скадовска которая не умела говорить на украинском языке и театрально кривлялась сначала извинилась перед народом а потом назвала тех кто ее хейтит и весь ее коллектив 95 квартал проплаченными уродами я в шоке что происходит я виталий даже не могу когда это прокомментировать потому что мое внимание больше приковано к действиям власти чем я хочу сказать что это у нас во власти находятся точно такие же уроды вот они точно такие же то есть это какая-то прослойка людей которые вот как-то встроились системы и культурного какого-то слоя и системы госаппарата я не полностью неадекватные они полностью неадекватные не только занимаемым должностям и какому-то своему месту в обществе но и неадекватные текущего момента когда идет война казалось бы но все мы должны как-то по-другому мне кажется себя вести но люди продолжают жить вот какой-то своей дурацкой жизнью и считают что это нормально но все же хотел бы услышать твой ответ вот в военное время особо важное единство украинского народа и вот такие проблески идиотизма они же как бы возбуждают сознание и продолжают селить розы и вражду между людьми но тем не менее а есть огромное количество людей которые адекватные которые либо просто проигнорили этот момент ну либо осудили это дело поэтому не знаю по крайней мере моя лента в фейсбуке не так уж и бурно на это отреагировала ну так там написали немного но в принципе уроды есть уроды ну абсолютно но теперь поговорим о других делах которые напрямую связаны с той темой о которой ты говоришь о странных людях ну давай начнем с интересного момента значит марьяна безуглая наша знакомая она как всегда на коне она очень активно предложила значит заплатить кто не хочет служить 200 тысяч гривен это около 5000 евро таким образом откупиться от мобилизации как тебе такая идея ну смотри я когда-то это было лет наверное 20 назад путешествовал по швейцарии и тоже гид вот рассказывал как устроена швейцарская армия там как они дома хранят там вооружение вплоть до там пулеметов гранатометов может быть у человека просто это все дома быть потому что его штатное расписание такое но в то же время в швейцарии существует порядок когда если ты не хочешь служить ты можешь просто заплатить есть фиксированная сумма которую ты платишь и вместо тебя служат другие я честно говоря ничего в этом плохого не вижу поэтому я не думаю что все люди могут служить служить это такая мне кажется отдельная когорта мужчин которые легко могут это переносить надо им только дать хорошее материальное снабжение вооружить как следует чтобы все что им необходимо было вот кто у нас есть в армии надо им предоставить все что им необходимо я думаю вот я относительно вот этого вот вопроса откупиться от армии за большую сумму но с другой стороны мы же понимаем что у нас засловное общество у нас обычные люди идут на фронт а касты тех кто при власти или кто присосан к этой власти они даже себе мысли такой не допускают более того разношерстность украинского общества я говорил бы даже расслоение она последними годами было абсолютно очевидным поэтому мы понимаем кого отправить на фронт а если тут все откупятся первым делом вот здесь есть разделение есть люди просто как одни которые там богатые другие какие-то бедные а есть госслужащие и работающие в частном секторе то есть мое глубокое убеждение что сейчас во время войны на государственной службе не может быть никого кто никто не прошел службу в армии то есть вот кто полу кто получает зарплату из бюджета они все обязательно должны пройти службу но я мужчинами виду то есть не может быть чтобы это полицейский прокурор или какой-то чиновник министерстве финансов работал без прохождения службы вот все кто получает деньги из бюджета должны пойти и послужить а как тебе идея которую предложил бывший министр экономики сейчас член обладательного совета у пара воронпрома он сказал вообще каким-то образом подходить к этому вопросу в виде лотереи если там выпадают какие-то числа рождения даже не года числа соответственно эти числа после результат лотереи идут служить и так вот проводите тиражи время от времени что-то за такая фантастика и что это за история и дело в том что это действительно такая практика была не только призыва в армию но и про избрание даже в сенат в древнем риме во многих республиках было именно по жеребью возглавлять какие-то там органы управления то есть по очереди по жеребьевке и в америке действительно в армии призывали во вьетнам допустим это было по жеребьевке то есть случайно кому выпадает но это такая форма справедливости которая может существовать в развитых странах в развитых демократиях где вот просто выпил выпал жребий в нашем коррумпированном государстве я думаю милованову жребий никогда не выпадет поэтому он может болтать все что угодно вообще вот такие люди как милованов их там большинство у нас и в исполнительной власти и в парламенте это люди которые могут болтать все что угодно но ничего не делать то есть вот милованов когда был министром экономики там же первое что нужно реформа которую нужно было сделать это как только зеленский пришел к власти гончарук был премьер-министром нужно было вести вот этот провести налоговую реформу ввести налог на выведенный капитал это пообещал зеленский это пообещали депутаты перед выборами и мы были я дубровский и герасченко там два экономиста известных дубровский герасченко алексей мы ходили к к милованову спросить его ну тимофей чего вы не внедряете но все уже разработано законопроект зарегистрирован все написано почему не проводите реформа он очень такой вальяжно развалившись а сидел на нас смотрел так и говорил но вы просто неправильно требуете эту реформу я говорю что значит требуйте вы же пообещали так ну сделайте нет нет надо не так делать надо чтобы вы провели рекламную кампанию подняли народ чтобы все настолько хотели вот этого изменения что нам уже досталось бы только поставить свои подписи там где-то там законопроект и он бы автоматически был принят а так вы все не дорабатываете и так вот вот у них такое ощущение что они пришли и мы должны их заставлять что-то делать они вот будут болтать все что угодно все что угодно будут нести всякую пургу и не нести за это никакой ответственности это никакой последствий им не будет и они ничего не делают вот так вот просидел милованов во власти 10 лет уже он же 14 году а ведь все таки это человек на плаву да как бы там ни было даже занимает ответственные посты а интересный момент а появление такого странного премьер-министра гача рука его реинкарнации в украинских реалиях что ты по этому поводу скажешь ну для меня это был полный сюрприз вообще сохранение милованова во власти ну он же не во власти а в наблюдательном совете украборонпром то есть вот это государственная компания какая разница чиновник высокого уровня да то есть человек был возглавлял он был председателем наблюдательного совета украборонпрома и когда началась вот это полномасштабное вторжение оказалось что нету бронежилета и вместо того чтобы взяться и быстро наладить производство он начал из себя строить волонтера собирать деньги на бронежилеты короче вести как себя как полный неадекват то есть вместо того чтобы наладить какое-то производство пусть там не бронежилета хоть чего-нибудь они вот делают такое то есть получается что тот человек который их туда назначает но он бы как бы трудоустраивает своих независимо от того могут они не могут и у нас все наблюдательные советы заполнены вот такими своими гранта едами которые трудоустроены туда то есть они вот для чего-то нужны их держат на этих постах причем абсолютно ведь все мы знаем что они ничего не смогут там сделать не смогут ничего произвести не смогут ничего наладить но просто они будут занимать эти должности до следующих выборов чтобы они получали какое-то финансирование а потом они в какой-то партии все всплывут наверно и стройными рядами опять пойдут на выборы с другой стороны эти же люди появились появились не случайно насколько знаю того же гончарока инициировал офис президента особо настаивал на этом владимир александр зеленский даже презентовал его как реформатора человека который там чистого листа все начнет и реализует оказалось это просто фикция теперь он трудоустроен я не думаю что кто-то из окружения пытался понравиться зеленскому думаю это было либо указание наших американских партнеров или там каких-то странных друзей ну да получается что действительно где-то есть какой-то список этих ребят и тусуют и за этот список все время в разные наб советы или там на чиновничьи какие-то должности замминистры всегда всплывают одни и те же вот я хочу немного так углубиться в новейшую историю украины и вот эти вот паразиты которые появились они же такими слоями то есть она сначала как только украина получила независимость была такая каша из красных директоров коммунистических бюрократов всевозможных там какой-то интеллигенции научной вот все они там месиво было верховной ради они все там обогащались каким-то образом что-то приватизировали и где-то уже к времени ющенко прошло такое разделение и появился такой слой паразитов силовиков сначала там олигархи были но они бы такие мне кажется уже к времени ющенко януковича они такие уже немножко потускнели олигархи но вышли на первый план такие паразиты силовики это топ-менеджмент все всех силовых структур это разные там налоговики инспекторы проверяющие которые начали вот собирать свою ренту с бизнеса в порошенко когда пришел власти он привел такой новый слой паразитов которых до этого может они где-то и были но мы их не видели это прежде всего паразиты финансисты это пришла там ерейска абрама вечер потом на маркара вот марченко сейчас министр финансов он представитель этого слоя паразитов вот этих вот финансистов и вот эти паразиты финансисты вместо вместе с сарасятами грантаедами заняли вот эти все структуры где можно зарабатывать на активах это прежде всего государственные предприятия это сам бюджет украины это там нафтогаз возможность какие-то евробонды выпускать привлекать какие-то западные средства и на всем зарабатывать на этом то есть они рассматривают финансисты паразиты украину как такую кучу навоза где можно там семечку воткнуть значит там что-то вырастет эту семечку вывести все что выросло за границу там то есть они рассматривают это как вот такой ресурс а вот зеленским пришла новая совсем каста паразитов это юристы решал то есть это были такие вот стефанчук допустим да он там работал есть такой институт законотворчества при верховной раде гетьманцев там же получал докторскую диссертацию пышные тоже кандидат юридических наук татаров смирнов ермак богдан это все юристы решалы вот юристы решалы где-то в четырнадцатом году они увидели что они 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 же всегда были при любой власти занимались вот этим вот решалом и в четырнадцатом году они увидели что появилась возможность что власть шатается но янукович убегает порошенко еще не появился что можно взять власть свои руки они ж видели все это какие деньги там ходят и как раз был зеленский очень удобный человек который очень популярный был и они решили что наверное этот человек может действительно стать президентом но тогда была майдановская история зеленский таким не был ярым майдановцем поэтому навряд ли его бы избрали и вот юристы решала решили подготовить его к девятнадцатому году и гончарука конкретно нашел ему юрист сергей нижний который царство небесного номер уже но тогда вот он подбирал вот эту вот будущую команду почему-то казалось ему что этот человек может что-то изменить в украине и вот у нас так сложилось что мы сейчас живем при вот этих трех сортах вот этих паразитов то есть есть силовики которые кошмарят бизнес там инспектора разные вот маски шоу устраивают есть финансисты которых вот мелованов яркий представитель мелованов гончарук и сергей марченко министр финансов и юрист решал это вот андрей пышный и гетьманцев данила которые находятся сейчас там скажем так во власти стефанчук и вот мы просто раздираемыми этими паразитами страна раздираемая паразитами оказалась в войне и эти паразиты естественно не могут наладить никаких непроизводства вооружений не построить армию нормальную вот мы в такой вот ситуации с одной стороны свои паразиты с другой стороны враг да это действительно сложная система сложная история спасибо что ты расставился точки над и но единственное что я хотел бы унести уточнение очень сильно бы вылазили вот эти паразиты ты говорила силовиках приюченко но при нем это обрело серьезного масштаба я помню когда он назначал на ответственной должности он любил сам представлять руководителей он говорил все руки ничего не крал эти руки ничего не воровали представляя там номинанта или кандидата или говорил посмотрите у него вот единственный пиджак я это так помню я был просто удивлен на следующий там день образно говоря да мы узнавали что у них не то что там рыльцы в пушку они просто координируют колоссальные какие-то там коррупционные схемы и процесс обогащения просто неимоверно масштабный у этих людей но при этом никакой ответственности никто не понес более того многие из них нашли себя в других политических течениях которые были связаны с прошлым президентом петром алексеевичем порошенко это кстати никто не боится и никто этого не скрывает ну а теперь вот мы говорили о миловане я тоже как бы несколько раз имел дело с ним в своей журналистской практике записывал интервью были прямые эфиры я неоднократно задавал ему вопрос а скажите какую вот тему вы считаете для себя особо актуальны то есть то что вы сделали что вы реализовали на благо украины ты знаешь павел он мне говорил одну и ту же историю только в разных ракурсах он сказал я автор и отец земельной реформе почему об этом вспомнил значит вот новый год стартовал война ужасная ситуация с 1 января теперь имеют возможность покупать украинскую землю иностранцы более того иностранцы не будут защищать эту землю хотя покупают а ее защищать будут украинцы мы но это же идиосинкразия как это можно объяснить ну я я не знаю как объяснить по моему все таки иностранцы еще не могут с 1 января покупать сейчас могут покупать только юрлица до 10 тысяч гектаров не знаю могут ли быть там иностранцы но юристы мне говорили что все таки иностранцы не могут с 1 января это будет как-то дальше но сам прости но даже если мы вот и говорим о точностях то я хочу сказать что у нас уже скупили латифундисты то есть это будем так говорить юридические лица с иностранными финансовыми корнями это уже никто не скрывает они работают в украине как совместные предприятия но при этом будем говорить так официальными как это называется бенефициарами международная крупная компания да есть единственное что вот надо отдать должное из истине скажем так что у нас вот во время тимошенко когда она была премьером была распаевка проведена то есть паи отдавали селянам и появилось где-то 7 миллионов собственников которые владели паями тем тем не менее оставалось по моему 20 миллионов гектаров земли которая была в собственности государства то есть часть вот из 42 часть распаевали а 20 осталось так вот вот это вот 20 миллионов гектаров земли которая позже куда-то ушла она рано или поздно будет все равно возвращена в собственность государства то есть вот те паи которые были розданы вот это все должно быть на рынке оно должно покупаться продаваться вот между этими там между гражданами украины юридическими лицами украинскими а вся остальная земля на каком основании находится в аренде там были в собственности это все предмет расследования то есть на сейчас эта земля незаконно кем-то эксплуатируется плюс есть огромное количество земли которые находятся в государственных структурах например там академии аграрных наук там что-то под 400 тысяч гектаров кстати в министерстве обороны тоже там 300 тысяч гектаров которые кто-то там распахивает и что-то продают из нас огромное количество земель можно сказать бесхозных она будет наша реформа пошла через как бы понятно что потому что аудит не был проведен изучение ситуации не было сделано окончательно но при этом зеленый свет относительно так называемый по-миловановски да виталий ты знаешь все таки аудит и был проведен и геокадастр у нас работает это чиновники любят говорить что у нас земля не учтена что трудно кого-то найти все учтено все на картах есть любого собственника можно найти любой кусочек земли известен кому он принадлежит и кто им пользуется вопрос в том что не работает правоохранительная система никто даже не ищет и не пытается то есть единственное кто все знает и на чем наживается это прокуроры которые находят такие участки которые используются незаконно выходят на собственника и естественно дует его просто и все то есть сложилась огромная коррупционная машина вокруг земельного рынка где земля с одной стороны незаконно используется никто не платит налоги непонятно куда реализует продукцию а с другой стороны есть правоохранительная система которая на этом всем тоже наживается вот да и так работает земельный рынок я не случайно вспомнил о милованове его так называемых достижениях я имел ввиду вот что ты же слышал вот эти заявления американских экономистов которые косвенно имеют отношения в том числе к некоторым компаниям как black rock которые очень были недовольны что хоронят украинских военных в черноземе как они считают той земле которую можно было бы использовать рационально насколько это отвратительно и цинично выглядит мы все понимаем но они же себе это позволяет ну я не знаю не в курсе там заявлений таких я честно говоря не слышал но мне что-то кажется что на сегодняшний день вряд ли какие-то инвесторы будут приходить в украину и покупать землю мне кажется сегодня это такая зона риска что ну навряд ли западные инвесторы кто-то захочет сегодня что-то покупать в украине да но вернемся к другим вопросам которые связаны с экономикой в военное время но вот стратегия доходов насколько я понимаю специалисты которые изучали вот этот документ они говорят о том что он как бы не соответствует времени не соответствует каким-то принципам справедливости разумности что-то об этом скажешь и какие основные моменты тебя удивили меня удивило ну не то чтобы удивило я как бы уже ничего хорошего от гетманцева не жду то есть но для меня гетманцев это абсолютное зло вот это абсолютное зло вот любая его инициатива она направлена на ухудшение бизнес-климата на понижение конкурентоспособности украины на разрушение именно производства то есть то есть это раньше я еще мог сказать что он просто глупый но сейчас кроме как слова диверсия или саботаж у меня других слов нету потому что импортеры работают отлично экспортеры сырья тоже работают отлично а вот именно производство все те кто мог бы производить вооружение кто помогает армии они все заблокированы то есть а каждое третье предприятие сегодня заблокировано поэтому это сознательная диверсия то есть поэтому я считаю что гетманцев абсолютное зло это все делается под крышей министра финансов марчинга потому что конституционно именно он отвечает за налоговую и таможенную политику но он в своих интервью сказал что он за налоговую не отвечает это все гетманцы то есть я хочу сказать что вот я не зря описал тех три слоя паразитов которые живут на теле украинского государства что марченко он финансист он не лезет туда он отдал это на откуп налоговикам юристом решал то есть гетманцев это типичный юрист решала налоговый консультант который всю жизнь работал с офшорами минимизации налогов и это его парафия то есть схемы ндс это его парафия контрабанда с недоплатой ндс скрутки фиктивный экспорт в этом он профессионал поэтому это я даже не знаю что сказать и вот теперь когда из бюджета выводится колоссальные средства потому что ведь только по схемам я даже не своими словами и там словами эксперта я словами железняка буду говорить вот железняк сказал что мы недополучаем от импортного ндс а мы недополучаем примерно 100 миллиардов гривен вот 100 миллиардов гривен это сказал сам железняк я напомню нашим зрителям железняк это народный депутат украины народный депутат по моему представляет бюджетный комитет он за он замест нет он не бюджетный комитет он налоговый комитет он заместитель гетманцев они в одном комитете да надо понимать что огромное количество схем которые существуют и которые оценивается у нас есть организация case ukraine куда входят там известные экономисты там дубровский боярчук и вот они оценивают амшорные офшорные схемы 170 миллиардов обналички 230 миллиардов серый импорт контрабанда 450 миллиардов сейчас контрафакт 113 миллиардов конвертация 140 миллиардов вот просто оцените эти суммы сотни миллиардов к этим всем всему добавляется у нас любимый андрей пышный со своими депозитными сертификатами где из бюджета ежегодно 100 миллиардов выводится для выплаты процентов банкиров и у нас получается что вот везде сотни 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 миллиардов но основная цель вот этой стратегии доходов это частные лица украинцы простые украинцы где они хотят у каждого залезть на посмотреть сколько ему приходит на банковскую карточку то есть попадают тут же все волонтеры даже какие-то люди там которым какие-то донаты какая-то помощь приходит вот они хотят чтобы все эти люди заплатили 18 процентов с того что у них приходит на их счета то есть это не шутка потому что на самом деле я почему-то думал может быть это кто-то запустил такую утку про 18 процентов я видел видео возмущенных украинцев в соцсетях где они говорили что даже перечислили там дочери на обед там 100 гривен с этой суммы нужно будет заплатить 18 процентов и это очень муссировалась а затем гетьманцев сделал заявление мол мы отказались от этой идеи я сначала подумал что то стем оказывается это действительно было такое предложение они там совсем не соображали они они от этой идеи не отказались они просто видя возмущение людей особенно когда во время войны когда ну просто оперативное перечисление денег может просто спасти кому-то жизнь они увидели что народ возмущается и решили это перенести на будущие периоды то есть вышел там министр финансов сказал что мнение мы это сейчас делать не будем и вообще пока не возникнет доверия к налоговой системе мы никаких изменений делать не будем не надо там пугаться и там огромное количество таких новаций для фопов раньше вот было у нас там 5 процентов сейчас будет от 5 до 18 в зависимости от вида деятельности то есть есть там по недвижимости вот у нас сейчас там у кого больше 60 квадратных метров должны платить они хотят это сделать от стоимости жилья какой-то процент чтобы платил каждый человек то есть везде по всем статьям хотят увеличить налоговую нагрузку я же говорю при таких огромных потерях бюджета вот которые я перечислил и в этой стратегии доходов нет ни слова о сокращении расходов то есть они будут по-прежнему получать зарплаты по 300 тысяч чиновников будет уже наверно больше чем граждан никакого сокращения вообще нету разговора что кого-то сократят или кому-то уменьшат зарплаты ничего подобного только увеличение налогового давления меня больше всего бесит что на рядовых граждан рядовым гражданам хотят залезть каждому на банковский счет банковские карманы это при том что мы знаем что у нас налоговая служба это самый коррупционный орган самый то есть значит это чтобы это будет торговля базами данных торговля банковскими счетами все будет от вся информация тут же выльется и будет продаваться на каждом углу ты знаешь я был очень удивлен на самом деле вот этим инициативам я недавно ознакомился с бюджетом 2024 года который который был принят и обнаружил что полтора-два раза министерство и ведомость ведомство то есть вся власть в целом в украине подорожала для нас для обычных украинцев никто этого не стесняется наверху еще и пытаются нам забить гвозди в голову и объяснить что это правильно что так должно быть время войны при этом сами мы должны похудеть и зажать пояса но это такая вещь которую нужно осмыслить и сделать выводы кто нами управляет и каким образом наверное а ты был прав когда со стёбом 31 декабря 2023 года все в фейсбуке написал что вот эти три пассажира которых ты говорил глава нацбанка глава комитета и еще там министр марченко это министр финансов должны стать героями россии правильно они уничтожили самое главное промышленность то есть ладно там торговые организации там зерно экспорт импорт какой-то там тушенки или сало или мясо но они именно перерабатывающую промышленность уничтожили и в этой же стратегии доходов они очень цинично написали что цель их наоборот стимулировать производственные предприятия промышленность поднять украинскую каким способом они там говорят для этого у нас есть инструмент инвест няни помнишь в италии это сам да я вспомню селенский там я хочу сказать что по по программе инвест няни зашло 0,0 доллара никто не приходит на такие условия они в стратегии написали что это как очень хорошие и работающие условия то есть ну писали явно люди но это просто какие-то грантовые организации которым дали заплатили они вот написали эту стратегию ну естественно вместе с налоговиками скажи мне а вот что-то испытал или как-то воспринял заявление сергея марченко относительно того что он очень удивлен что люди которые попадают в армию на театр военных действий должны купить все начиная с одежды заканчивая там прицелами за свой собственный счет он говорил это неправильно и невозможно и он в это слабо верит как я понял он совсем неадекватные или он не знает ни о чем что происходит по ту сторону я думаю да я думаю что эти люди очень сильно оторваны вообще от реальной жизни я не знаю как так может быть чтобы у людей там ни одного родственника не погибло или там ни одного родственника не было в армии которые бы ну знали просто что же там реально происходит не из фейсбука или там из каких-то там роликов а просто непосредственно каких-то людей которые есть на фронте как они снабжаются откуда они все берут кто на что такие деньги покупает да это так у нас в армии устроено и то что об этом не знает министр финансов, ну, это его характеризует. То есть, если министр финансов продолжает на 24-й год выделять на армию только половину бюджета, то есть у нас вот есть там 3 с чем-то триллиона гривен, и только половина идет на войну. А половина, сумасшедшая там, полтора триллиона идет на чиновничий аппарат, на его обслуживание, там, на долги. То есть вот это основной интерес, это вот эта вторая часть бюджета. А война там где-то идет им это неинтересно. Но, кстати, то, что в армии действительно вынуждены ребята покупать за свой счет, или там за донаты, или обращаться к волонтерам, ну, это вина, мне кажется, военных командиров. По крайней мере, вот все очень любят хвалить там залужного, но извините, если у генерала солдат там не одет, не обут, не помыт и не накормлен, то это вина генерала. Это на кого еще спихивать? Ну, не на Зеленского же мы будем вот и спихивать, да? Да, но у меня возникает вопрос. Вот мы говорим о том, что нужно мобилизировать ВПК, вот сейчас начали говорить в правительстве, там все там переводят на военные рельсы, но это уже, как бы, очень тривиально. Но, с другой стороны, ты же видишь, какие у нас тут ракетные атаки, обстрелы, и, понятное дело, они же тоже не, как бы, щелкают лицом, они контролируют, разведывают ситуацию, и, соответственно, ракеты направлены на предприятия, какие-то там бюро, конструкторские, ну, так далее, и так далее. Это целая история. Как возможно это все реализовать в таких условиях? И где строят заводы? Кто на них будет работать? Вот этот вопрос номер один очень важен. Я уверен, что военная экономика 21 века, это не там женщины, работающие на заводах, или там ребенок, который, стоя на ящике, точит какие-то там снаряды на токарном станке. Военная экономика современного мира, это просто перенаправление ресурсов. То есть, если вчера мы строили стадион, то сегодня мы на эти деньги строим завод. Вот это все, что надо сделать. Больше ничего. Вот от Зеленского ничего больше не требуется. От военной ставки ничего больше не требуется. Только сделать выбор между стадионами и военными заводами. Как только они скажут, что они готовы выделять эти деньги на военные заводы, найдется куча таких предпринимателей, как я, которые построят эти заводы. Найдут место под землей, над землей, под саркофагами, под куполами, под чем угодно. Или в Польше, или в Литве. Мы все построим. Все построим и все произведем. Но для этого надо заказ и ресурсы. То есть, принять решение о строительстве военно-промышленного комплекса должны те люди, у которых в руках ресурсы и полномочия. То есть, я не могу построить завод, у меня нет на это денег, и я не могу производить вооружение, потому что это уголовно наказуемая вещь в Украине. Поэтому, пока ставка военная не примет решение, пока она не захочет построить военно-промышленный комплекс, его не будет. Как только они захотят это сделать, он тут же возникнет. Причем это можно сделать в Польше, это можно сделать на территории Европы, если у нас нет подземных, хотя они и есть, помещений. Скажи, а вот я хотел бы, чтобы абсолютно трезво ты оценил ситуацию и ответил искренне. У меня, например, я понимаю, что это, возможно, крамольные вещи, но мне сложилось впечатление, что последнее шевеление относительно реинкарнации военных предприятий и создания каких-то схем и каких-то, я не знаю, рабочих планов, это результат не отрезвления, а результат отсутствия иностранной помощи, на которую мы так рассчитывали. Первое время, когда началась война, нам активно помогали, наверное, этот вопрос был абсолютно неактуален для вот этого круга чиновников, так называемых паразитов. А сейчас они столкнулись лицом к лицу с серьезной проблемой. Мое предположение имеет какой-то смысл? Конечно, конечно. Но они только очень поздно раздупляются. То есть о том, что исчезнет помощь, стало ясно в декабре 22-го года на Вильнюсском саммите. Уже тогда было ясно все. Помощи будут ограничены, ее будет все меньше, меньше, меньше. И американцы стали меньше помогать. Это было уже ощутимо. И нужно было сразу все средства, которые есть, которые нам дают просто деньгами, направить на производство вооружений. И вот я сейчас назову сумасшедшую цифру, чтобы зрители понимали, какого размера марнотранства у нас в государстве. За весь 23-й год через систему Прозора прошло 920 миллиардов гривен. На эти деньги 920 миллиардов. Можно построить было 450 заводов. Один завод стоит в среднем 2 миллиарда гривен. То есть 50 миллионов долларов стоит какая-то производственная линия, которая будет в большом количестве что-то выпускать. И вот эти деньги были просто проедены. Это было пущено на благоустройство, на брусчатки, стадионы, на покупки крузаков для полицейских начальников, на автозаки, на все, что угодно, только не на войну. И на 2024 год будет то же самое. Вот что самая большая беда. А скажи, а вот это то, что ты описываешь, это все было сделано умышленно или по головотяпству, дилетантизму и непрофессиональному подходу? Как ты считаешь? Дело в том, что вот эти паразиты, про которых я сказал, они не думают о нас, об обществе, о нашем общественном благе. Для них не существует этого общественного блага. Они действуют исключительно из личного интереса или узкогруппового интереса. И для них вот был такой, можно сказать, монумент. Кстати, я сейчас слова скажу Алексея Гончарука, нашего самокатчика. Я с ним общался до того, как он стал премьер-министром. И вот мы с ним как раз говорили о системе, как ее изменить. И он говорит, что, понимаешь, Паша, бюджет весь наш, это же советский монумент. И каждый год мы берем вот эту старую козу, этого монумента, и несем ее в Минфин, и там просто циферки меняются, но сам монумент все время остается. И мы все время его подпитываем новыми деньгами. И это не меняется. За 32 года не меняется. То есть на 23-й год, в 22-м, принесли в Минфин такую же козу прошлого года, где чуть-чуть увеличили на войну. 22-й год прошло, но этот же козу принесли в 23-м году, на 24-й. Опять поменяли небольшие циферки, и опять эта коза продолжает жить, наша советская страна продолжает жить. Я не знаю, это голова тяга. Прости, я к какой-то степени согласился бы, но, насколько я понимаю, инициируют подачу бюджета в первом вопросе кабинет министров, и, соответственно, Министерство финансов. Так, мне кажется, если Гончёв был премьер-министром, он же мог напрямую влиять на изменения этой системы, а если не повлиял, либо не успел, либо не хватило ума, либо просто не было желания. Вот и всё. А депутаты за тем, то, что предлагает кабинет министров, ну, я имею в виду основной, как бы, бюджет страны, они рассматривают в профильном комитете, за тем носят правки, и потом голосуют депутаты. Я же правильно понимаю, с кем? Да, но сначала в кабинет министров идёт каждый министр, каждая служба, каждое ведомство, каждая инспекция, и она несёт свои хотелки. Да, и просят бабки, да. Да, к министерству финансов. Каждый несёт свою бюджетную программу, там, повышение квалификации, оздоровление, обучение сотрудников, расширение штата. Это делает каждое министерство. И государственный аппарат распухает, распухает. Ну, раньше министры финансов брали всегда откатик за каждую статью. Ну, может, сейчас в военное время не берут, не знаю. Но, по крайней мере, вот такого... Мне это улыбает. Я думаю, что как раз... Да, да, берут. Да, но вот такого глобального мышления, чтобы вот сел какой-то там человек, ну, это должен быть министр финансов, конечно же, и сказал бы, ребята, вы что, у нас война идёт, вы что, каждый себе повышает. А он спокойно ему приносит, полиция принесла, что в 22-м году было 36 миллиардов, в 24-м 89 миллиардов. И он спокойно это подписывает и несёт в Верховную Раду, Верховная Рада голосует. Ну, а ты же видел, грузаки-то новые, вот эти вот гизы по Киеву с блестящими номерами. Я думаю, что они живут своей неплохой жизнью, их ничего не пугает. Кстати, вот интересный момент, я хотел бы тебя спросить, но это не сфера экономики, а всё же с нашей сегодняшней жизни. Речь идёт о проекте законно о мобилизации. Сейчас он занимается в Верховном Совете. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, в конце концов, то, что предлагалось, будет изъято, или всё-таки просто он будет видеоизменён и, соответственно, принят за основу в такой редакции, которая потрясала сознание украинцев? Нет, какие-то изменения, конечно же, внесут, потому что, мне кажется, депутатам проголосовать за всякую маячню, особенно мобилизации инвалидов или больных каких-то раком, это сумасшествие. Это же какое-то, наверное, что-то оттуда уберут. Повлияет ли как-то это на саму мобилизацию? Мне сложно сказать, потому что, я же говорю, сейчас настолько сильное в людях движение за то, чтобы чиновники шли служить, что силовики, чтобы шли служить. Ну, может что-то изменится, потому что я боюсь, ну, не боюсь, предвижу, что ТЦК встретит какое-то сопротивление народа. И что, может, будут какие-то прорывы границ, потому что, ну, невозможно в таком накале все время держать народ. Народ каким-то образом будет бороться с государственным аппаратом. Потому что государственный аппарат ничего не делает для того, чтобы были успехи на фронте. Он только хочет живыми людьми всех закидывать. А мы же... Так вот как раз я хотел бы уточнить свой вопрос. Наверное, все-таки это нужно сделать. видишь ли, по первому варианту, который вызвал бурю негодование, было сказано о том, что будет привлечено 500 тысяч человек. А затем эту цифру меняли, все открещивались вообще-то авторства относительно вот этой законодательной инициативы и, соответственно, количество даже заложено проводить конференцию. Но у меня же вопросик постоянный. А как? Ну, даже там 400 тысяч экономика Украины, она сможет обуть, одеть, обеспечить этих людей, чтобы они адекватно выполняли боевые задачи. Ну, вот Гетманцев как раз этим активно и занимается. То есть, ему, наверное, поставили задачу увеличить поступление в бюджет, и он вместе с Марченко они решили написать вот такую стратегию доходов, которая тоже была встречена в штыки. Мне кажется, любая инициатива сейчас власти будет встречена в штыки, потому что ничего позитивного и решающего проблему они произвести не могут, они только могут предлагать фигню, откровенную фигню, которая не пройдет. Даже если вот они примут прямо сегодня эту стратегию, они все равно не соберут эти деньги. Но не будут люди платить, люди позакрывают свои фопы, уйдут в кэш, или там будут коррумпировать самих налоговиков. То есть, ну, эта система неработоспособна, им надо уже менять конкретно все. Налоговую систему надо менять, НДС надо отменять. Ну, НДС вылечить невозможно, понимаете. Но если кто-то, Виталий, вот если есть группа людей, которые зарабатывают 100 миллиардов в год, 100 миллиардов в год, это 2,5 миллиарда долларов, ты сможешь остановить людей, которые 2,5 миллиарда... Высокое искушение на самом деле. Ну, никогда ты не остановишь людей, если они на протяжении всей своей жизни, 32 лет зарабатывали на НДС, ты уже эту схему не искоренишь ничем. Ничем. То есть, все, что ты можешь сделать, это просто ликвидировать НДС, распустить тех людей, которые его администрировали, и потом написать систему заново или внедрить европейскую, и тогда можно опять этот НДС внедрять. Потому что он в Европе НДС совершенно другой, чем у нас. И, кстати... Потому что, насколько я знаю, там есть налог с продажи, там нет НДС. Нет, налог с продажи это в Америке, налог с продажи. В Союзе, я помню, был 5%, не было НДС. А в Европе, куда так стремится наш госаппарат, там есть НДС, но он там совсем по-другому считается, там разные ставки, нигде там его не платится авансом, как у нас. Да, никаких там схем вот этих. Там есть, конечно, злоупотребление на уровне 10%, но чтобы так сотни миллиардов, как у нас, это наша инновация, наших налоговиков. Поэтому, кроме как, ликвидация НДС тут эту проблему не решить никак. Но эти ребята в этом не заинтересованы, о которых мы говорили, поэтому то, что мы сейчас созерцаем, вот это болото и вот этот, как бы, бизнес-процесс у них, это называется, у нас это зажатие гаек, будет продолжаться. Павел, я очень благодарен, спасибо, что нашел время, спасибо, что ответил на мои вопросы, поделился своими мыслями. Жму руку, надеюсь, нам благосклонность в будущем. Спасибо тебе большое. Спасибо, Виталий, спасибо. Спасибо вам, уважаемые зрители, что смотрели. Павел Севастянович, аналитик, был сегодня гостем канала Дики Лайв. Пожалуйста, лайкайте, делитесь видео, комментируйте, для меня это очень важно, как для журналистов и автора проекта. Не теряйте оптимизм, с большим уважением, Виталий Дики, через небольшое промежуток времени встретимся. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok